Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы о продукции Фаберлик. Давайте начнем с питания и БАДов. Мне кажется, именно эти продукты вызывают очень большой интерес сейчас в компании Фаберлик. Начнем с вот таких вот супов. Закончились у меня два. Это новая серия Ничаев. Они доступны к заказу на центральном складе. Если на вашем складе эти продукты недоступны, можно написать в обратную связь и узнать, сейчас они очень быстро, кстати, отвечают, и узнать, когда именно на вашем складе появятся вот эти продукты. Так, артикул 161.03 и 161.01. Первый суп – это Ничаев Фэмли Клаб. Крем-суп тыквенно-чечевичный из бамбуковой клетчатки. Вы знаете, понравился. Мы вместе с вами его во влоге варили, пробовали. Очень вкусный суп, и мне понравилось именно их взбивать. Мне не очень нравится вот в формате обычного супа. Я потом блендерила себе отдельно, потому что мой муж и моя дача не очень любят крем-суп именно, да, суп-пюре. Поэтому себе я блендерила. Получалось очень вкусно. Сверху можно украсить зеленью, сухарики делала, греночки с чесноком. Объедение понравилось. Вкусно. Действительно классный состав. Потрясающий. Цена получается у них 147 рублей с вашей скидкой. Это нормально. Причем я делала вот эту пачку не на 5 порций, как написано в инструкции, а порции на 8-10. Можно добавить вполне этой пачки на мясном бульоне с мясом и потом высыпаем туда вот эту пачку. Она закипает. Он закипает, суп превращается не то, что в пюре, а в такую густую субстанцию. Я вам показывала, то есть хватает действительно больше, чем на 5 порций. Очень густой получается суп с вот этой пачки на 3-х литровую кастрюлю. И потом можно заблендерить, если у вас все едят суп-пюре или себе отдельно в тарелочке. И красота. Вообще понравилось. Быстро, удобно, вкусно. Буду брать однозначно еще, потому что это экономит время. И в принципе экономит деньги. 147 рублей, не считая мяса, за кастрюлю супа это немного. Второй суп. Бобовый крем-суп с копченой паприкой. Вот так он выглядит. Тоже очень вкусно. Мне понравилось, потому что здесь действительно есть насыщенный вкус паприки. Невероятная вкуснота. Тоже делала на мясном бульоне. Потом себе отдельно блендерила и кушала как суп-пюре. Очень вкусно. Прям понравился. Невозможно. Буду пробовать и другие. Но вот эти два тоже с удовольствием еще раз повторю. Так, и еще один БАД. Много вопросов у девчонки по поводу этих БАДов. Сейчас я вам все мифы развею. Здесь мета-ап ускорение. Вот так выглядит баночка. Ускорение обмена веществ. 156,21. Я все эти БАДы пила. И еще у меня контроль остался Лесвит. Я его сейчас допиваю. Что хочу сказать. Это драже. Тут порошок остался. Такой серенький. Вот такого цвета. Запах куркумы почему-то в ускорении. Скорее всего она здесь и есть в составе, возможно. Я вам сейчас поближе покажу состав. Кому интересно. Состав, кстати, очень крутой. На самом деле у этих БАДов фаберликовский состав изумительный. Вот девчонки состав. Смотрите, какой потрясающий состав. Фиенхелем вот мне чем пахло. Нет, не куркумой. Куркумы здесь нету. Кофеин, корица, витамин С, какао, семена сельдерея, петрушка. Эти БАДы не помогут вам похудеть, если вы будете продолжать питаться так же, как питались до этого. Однозначно. Ну, может быть, лишнюю жидкость выведут, если у вас есть какие-то застойные процессы в организме, внутренние отеки и так далее. Поэтому чуть-чуть можно там схуднуть. 500 грамм, 700. Но если вы будете продолжаться питаться так же, как питались, нет, не помогут. Но если вы собираетесь, планируете садиться на правильное питание, то они вам будут очень хорошим подспорьем. Во-первых, очищение из этой же серии действительно работает. Я пропила не одну банку очищения. И комфортное очищение во время ПП кишечника. Потому что, когда мы садимся на правильное питание, у нас становится гораздо меньше жиров, да, и поэтому могут возникнуть проблемы с упражнением кишечника. Стараюсь так завуалированно, культурно всю эту картину описать, да. Частенько такое, кто сидел на каких-либо диетах, на правильном питании, знает, что могут быть с этим проблемы. Поэтому вот эти БАДы, они в помощь. БАД очищения очень комфортно очищает кишечник, помогает застойные процессы как бы все убрать. Есть у него еще и легкий мочегонный эффект, то есть у вас не будет отеков, будете часто в туалет по-маленькому бегать, относительно часто, да. Вот это ускорение Метаап, я не знаю, насколько он, девчонки, работает, ускоряет он обмен веществ или нет. Если кушать так же, как вы и кушали, не придерживаться нормального питания, то ничего он не сделает. Состав хороший, состав потрясающий, люблю. Люблю, буду повторять. Контроль. Стоит у меня контроль. Контроль действительно работает. Не скажу, что прям совсем после него не хочется кушать, но он немножечко вот сдерживает на самом деле. Не знаю, за счет чего он работает. Закончится в пустых баночках, вам покажу состав и все. Действительно, если во второй половине дня выпить, приблизительно там через час после обеда, через два, то на ужин уже как-то не так сильно хочется кушать и нет вот этого вечернего дожора, да, перед сном. Поэтому они, конечно, слегка работают, но похудеть не помогут, еще раз повторюсь, если не придерживаться правильного питания. Закончился вот такой гель для душа от Ботаники. Это недавние новинки, артикул 2577, этот с Васильком, Василек и Барбарис. И мне он понравился гораздо больше, нежели его соратник «Зеленое яблочко» новинка, да. Вот этот гораздо вкуснее пахнет, яблоко по мне какое-то химозное и немножечко с тухлинкой, вот скажем так. А Барбарис и Василек очень вкусный запах. Прям такой свеженький, с кислиночкой, здорово. Буду ли повторять, не знаю, навряд ли. Так, из детской линейки Технокитс «Пена для ванн» 3+, плюс вот такая, мне очень нравится линейка Технокитс «Фоберлик». Артикул 2357, здесь, по-моему, у нас с яблочком, если я не ошибаюсь, она была такая зелененькая, очень вкусненькая или красная, уже не помню, девчонки. По-моему, зеленая. Классные пены для ванн, классные жидкомолы, шампуни классные у Технокитс, вообще очень нравится. Так, из серии «Дома» еще закончился вот такой освежитель, это тропический бриз, я такую обычно в туалетную комнату покупаю, в зал мне хочется всегда чего-то повкуснее. 11326, это действительно тропический бриз, очень легкий, ненавязчивый, такой запах свежести, и он недолго играющий, в отличие от других ароматов, в которых есть какая-то сладкая нотка, да, корица, апельсин и корица, имбирный пряник, они как-то дольше витают в воздухе, нежели тропический бриз. Освежители водные, безопасные для детей, маленьких для животных, и есть вот такая вот удобная заглушка. Все время повторяю, это для тех, кто еще их не пробовал, потому что они действительно классные и очень бюджетные. Так, из серии «Дом» закончился вот такой вот кондиционер из серии «Бэйби», кондиционер для детского белья с алоэ вера 115-16, его артикул, мы с вами, девчонки, его сравнивали с обычными нашими кондиционерами, потому что наши обычные кондиционеры слегка испортились, и белье от них стало не такое мягкое, как было от предыдущих версий. Поэтому я взяла вот этот кондиционер и свой любимый на данный момент по аромату с органой, и в одном из влогов тоже с вами протестировала. Я половину белья постельного постирала с этим кондиционером, половину с органой. Действительно, вот после этого кондиционера белье мягче, гораздо мягче, потому что здесь есть в составе алоэ вера, мы с вами сравнивали и составы. Я сейчас вам покажу поближе. Вот состав. Видите, здесь гель алоэ вера, пальмовое масло. Очень похоже с составом с органой, но здесь больше таких вот, знаете, увлажняющих веществ. Ну и эксперимент на белье показал то, что после этого кондиционера оно гораздо мягче, прям вот разница действительно ощутима, поэтому имейте в виду кондиционер вот этот пока Фаберлик, наверное, остается, ну, самым классным, что ли, от которого сам бы мягкое белье. Закончилась тушь. Не то, что закончилась, а уже пора, пора. Из линейки Глэм Тим, моя любимая, артикул ее 5248. Это экстрим удлинение, это действительно удлинение. У нее крутая силиконовая кисточка. Вот так она выглядит. Видите, уже комками набирает продукт, и поэтому не очень удобно красить, может создаваться эффект паучьих лапок. Но она у меня в использовании больше двух месяцев, прослужила верой правдой, классная, вообще потрясающая. Сейчас купила за бешеные деньги тушь и фрашей, и поняла, что Фаберлик действительно самый лучший тушь. Действительно. Вот это и Miss Curl. Сколько я всего не перепробовала, ничто не идет просто в сравнении. Поэтому всем рекомендую, девчонки, кто не пробовал, у кого короткие реснички, вот она действительно круто удлиняет. Здесь в составе есть такой специальный гель, который практически в два раза удлиняет ваши реснички. И фиксирует их быстро. Она быстро застывает, то есть не будет у вас кто в лес, кто под рова. Вы кисточкой ресничку направили, и она в том положении практически засохла. Поэтому классная тушь. Очень рекомендую вам ее хотя бы раз попробовать. Из косметики еще вот такой вот блеск выкидываю. Здесь даже, девчонки, артикул его не увижу. Какой-то там объем, он, по-моему, до сих пор у нас есть в каталогах, лежал в косметичке, рука к нему совсем не тянулась, и он уже даже стал каким-то двухфазным. Отделился светлый гель от цвета. Не тянулась почему? Потому что крайне нестойкий продукт. Все время приходится на губах поправлять, хотя цвет очень красивый. Цвет очень красивый, такой, знаете, коралловый что ли. Очень красивый цвет. Вот сейчас на камеру отливает. Сейчас свет выключу. Вот. Такой вот действительно освежающий, классный такой цвет. Достаточно удобная кисточка, большой объем, но не люблю я такие продукты. Во-первых, он липкий, к нему даже пальцы липнут, к нему липнут волосы. Во-вторых, постоянно он съедается буквально через 10 минут. Его постоянно приходится обновлять. Я так не люблю. Я люблю накрасил губы, и чтобы хотя бы на полдня продукт на губах у меня был. Продержался хотя бы полдня. Закончилось средство для ежедневной интимной гигиены. Это гелевый продукт. Содержит молочную кислоту, гипоаллерген из линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Это косметевтика Фаберлик, которая обладает не только косметическими действиями, но и лечебными. Да. На самом деле здесь крутые составы. Артикул 1640. Я вообще всю эту линейку люблю, и в том числе вот это средство. Единственное, что мне не подошел мусс. Мусс у меня вызвал какую-то сухость и раздражение. А вот этот гель постоянно, я уже не знаю, какая-то туба по счету, 10-20, и всегда в запасике у меня должен быть. Закончился вот такой крем для рук Витамания. Обалденный аромат, по-моему, карамболы маракуйя, маракуйя, папайя. Я вот эти ароматы очень люблю. Вкусненький. Не очень люблю серию Витамания, и мои сухие руки, они не напитываются кремами из этой линейки. Но летом, когда была жара, вот он мне зашел. Вот большего и не надо было, потому что любимый бальзам гладкие пяточки на руки летом в жару не нанесешь, уже неприятно. Вы знаете, такое ощущение, если только на ночь. А вот этот вот нормально. В жару, да, но сейчас опять наступила холодная пора, поэтому я уже вот эти продукты брать не буду, нужно что-то попитательнее. Если рассматривать крем для рук Фаберли, то мне очень нравится серия, знаете, где такой сиреневый наборчик, там три средства, скраб, кремушек, еще что-то, и с ним рядышком идет белый крем, прям в чисто белой упаковке. Вот это да. А еще круче крема для рук из серии «Зима». У меня, кстати, один до сих пор в запасе есть. Я его прям берегла на осень, летом не использовала. Вот из серии «Зима» вообще необыкновенные лимитки, скажем так, у Фаберлик. Хотя, если посмотреть по артикулам, серия «Зима» доступна к заказу и сейчас, потому что мы летом заказывали моей знакомой из этой серии крем. Так, дальше. «Венотоник». Вот буквально сейчас перед видео добила баночку. Артикул 1733 «Тонизирующий крем для ног устраняет чувство усталости и тяжести в ногах». Здесь тоже очень хороший состав. И если поначалу, когда я только брала этот продукт, прям круто снимала усталость и тащала, то потом как-то нет. Вот сошло на нет. Но перепробовав кучу других примов и сделав определенные выводы, он действительно работает. Он работает, потому что у меня есть такие, вы знаете, выступающие венки, то есть получается рельеф ноги немножко такой вот бугроватый. Вот одна венка такая есть. И я заметила, что когда я пользуюсь кремом вот этим именно от Фаберлик и наношу его на это место, то оно как бы сглаживается. То есть вена, не знаю, ну как описать, девчонки? Ну, в общем, это место сглаживается, вена что ли распрямляется. У меня других продуктов такого не было. Я сейчас хочу еще взять, повторить, у меня 100 лет назад был гель «Лошадиная сила» для ног, да, термоядерный, который, я помню, уходило ноги мазать на балкон, потому что вырви глаз. И хочу посмотреть. Если он мне, конечно, не зайдет, то я буду пользоваться только венотоником, потому что от Ифраше крем пахнет здорово, ментол, вроде все охлаждает, но по факту никакого эффекта я не заметила, если честно. Девчонки мне писали лайфхак с камфорным спиртом, капают его в обычный кремшек. Надо тоже, кстати, попробовать. Но вот этот гель работает, действительно работает, он снимает усталость и, возможно, это не так видимо, как есть на самом деле. Для здоровья ног он, правда, полезный. Я поизучала еще состав. Так, девчонки, последний продукт, который покажу, это Триролл гель от отеков и темных кругов под глазами. Линейка Фаберлик Эксперт. Здесь 10 мл, артикул 10.36. Увлажняет, устраняет припухлость век, уменьшает темные круги под глазами. У меня уже вторая такая баночка в использовании. Вот, закончилась. Применяю только по необходимости, когда действительно есть отеки под глазами или синяки. Здесь вот таких вот три металлических шарика, они на ощупь холодные, но если будете хранить в холодильнике, эффект будет еще лучше. Я держала в холодильнике. Но они все равно холодненькие, холодненькие, прям такие на ощупь. Здорово. Что хочу сказать по этому продукту. Работает, действительно работает. Не так, как хотелось бы, может быть, когда встаешь с такими махровыми отеками, что аж как вот пчела в глаз укусила. Бывало и такое, бывало на самом деле. Они становятся меньше. Не убираются совсем, но становятся меньше. И синяки под глазами тоже. Еще очень круто для мимических морщинок. В уголках глаза вот эта тоже вещь работает. Советую присмотреться. Расход у нее прям, ну, очень маленький. Мне кажется, у меня полгода вот этот вот тюбик. Хотя здесь 10 миллилитров, но не на каждый день, а именно тогда, когда необходимо. Прям классная вещь. Очень рекомендую вам к ней присмотреться. сейчас в каталогах. Видела, еще есть, есть скидка хорошая на этот продукт. Поэтому попробуйте. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.